потапенко будет серебряный дождь время говорить да время говорить и показывать говорит и показывает новый премьер мишустин поручил создать оперативный штаб для контроля ситуации с распространением коронавируса да давай свежие цифры не 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 ты слушайся все будет хорошо ты хочешь скажи в него войдет все руководство мчс мвд минпром торга все точка а ну нет ну ладно окей что а тебя не смущает что там никого из здравоохранения нету не в общем смотрите друзья сильно смущает это странно но тем не менее ты знаешь я хочу тебе сказать что есть хорошие нет есть реально хорошие новости наверное хорошие потому что включила структуру роспотребнадзора в свой реестр лабораторий для диагностики коронавируса нормально значит по состоянию на вечер вчерашнего дня 106 человек умерли от нового типа коронавируса сообщает об этом агентство синхо со ссылкой на данные национальной комиссии здравоохранения за сутки умерли 26 человек из них 24 в провинции хэбэй один в пекине об этом сообщает китайское телевидение один в провинции хайнань зарегистрировано 4515 случаев заражения коронавирусом в 30 регионах китая еще у 6 тысяч 900 973 человек подозревают вирус и 60 человек выписаны из больницы под наблюдением врачей остаются 44 132 человека которые контактировали с больными и еще 914 человек которые также общались с больными выписали вчера также стало известно я напомню что на прошлой неделе воз у нас собирал помнишь это экстренное совещание да и тогда назвали умеренный вот эту угрозу нового типа вируса но вчера воз решил изменить свое мнение с умеренной значит на повышенный уровень опасности я процитирую это прям доклад воз очень высокий уровень угрозы в китае высокий на региональном уровне высокий на мировом уровне пишет воз да стало известно об этом пишет новая газета что первый случай заражения появился в германии а первым заразившимся ранее долетел да да в баварии это министерство здравоохранения баварии об этом сообщает там городок штармберг находится в 20 километрах от мюнхена я напомню что у нас там и австралия уже и франция и не ну все точечные должны получить свою долю в обязательном порядке да и как я уже сказала всемирная организация здравоохранения включила структуру роспотребнадзора в реестр лаборатории для диагностики коронавируса но и то как реагирует рынок дмитрий валюта рынок нормально реагирует это слушает паник паника штука хорошая вообще за и самое самое основное что все почему-то ждут очень прямо бы их быстрых каких-то побед я действительно смотрю ну во первых там созваниваюсь нашим постоянным офисом он правда гонжоу так и другая история очень методичная работа до людей нет да везде карантин собственно говоря так и должно быть потому что уже была вспышка сарс напомню она была в тоже там же поэтому они реагировать умеют они построили госпиталь да по полевого типа но за шесть дней на тысячу человек и они готовятся к это к этой тысячи человек потому что я моего сугубо внутренне какое-то убеждение что вся эта история за именно с коронавирусом закончится не раньше лета ну потому что и мы получим ну так по моим таким экстраполяционным расчетам что да не минимум до полутора тысяч мы должны добежать погибших потому что тот вирус они умудрились тормознуть на 800 ты а типичную пневмониями конечно 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 у нас же был на прошлой неделе если кто не помнит у нас был вирусолог и вопрос не в том что что они там поедают а вопрос том что есть три очень важных сочетания почему вот грубо говоря в и в индии будут всегда появляться вирусы первое жарко второе влажно третье огромная популяция переносчиков то бишь нас ни в одной точке по сути дела планеты сочетание таких трех важных для вирусов факторов не в природе нет в природе все мы везде очень сильно распылены зачем вирусу и там лезть к нам и от нас начинать исходить он даже если бы здесь зародился бы он бы от одиночества умер но я хочу сказать что вчера также была опубликована информация о том что врачи считают что разносчиками стали змеи которых употребляли пищу и еще один момент об этом по моему дойче вели вчера писали о том что врачи предупреждают о том что вирус этот опасен и в том числе в операционный период спрашивают наши слушатели паниковать уже можно или еще рано не надо панировать нет паникуйте паникуйте вопрос если хочется конечно да поэтому все зависит от того какую цель вы преследуете в панике поэтому если все мы все умрем ну я могу сказать да таки да то есть шансов на выживание нет ни одного умрем ли мы от коронавируса я думаю что все мы умрем в своей постели об окруженные любящими родными и близкими и даже дети нам подадут стакан воды которым видно мы мечтали все остальное ну я вас умоляю это вопрос не в том что это далеко а в том что в том числе правительство китая и там власти ну неплохо умеют с этим справляться для них появление всяких вирусов подобного толка ну скажем так если нерегулярно это достаточно прогнозируемой ситуации они тоже в общем-то в большом адеквате карантин это нормально ну кстати говоря вот смотри про карантин стало известно о том что как раз из-за распространения вируса полностью или частично и оперативности цени тоже закрыли уже аж 15 китайских городов в которых живут более 57 миллионов человек на секундочку не называй для наших сограждан эту цифру потому что никто не поймет что практически треть россии попросту говоря перекрыли за там за очень короткий промежуток времени построили госпиталь и ждут просто пострадавших да также в стране временно запретили продажу диких животных я как я уже сказала предполагается что источником вируса стал как раз вот рынок в городе ухань а там не только рынок морепродуктов там еще и там значит летучих мышей там экзотические животные я там был там всяческие гады продавались это всегда было то есть если когда откроют эту всю историю то рекомендую вам посетить потому что что ли что человек может потреблять вы будете удивлены также да на неопределенный срок продлили в школах и вузах каникулы которые как раз приурочены китайскому новому году закрыли для посещения часть великой китайской стены на этом фоне разумеется в стране выросли продажи медицинских масок для лица симулятора пандемии такой есть плага инк высший в двенадцатом году я вчера опять начала играть я обожаю что это знаешь как у тебя есть карта земли и ты играешь от лица вируса твоя задача ты понимаешь да что устроить а люди тебе значит каким-то образом там кстати говоря есть прекрасный сценарий когда антипрививочники участвуют в этом деле ребят я рекомендую слушай антипрививочников надо просто подключить к этому делу их надо послать в ухань а также в стране между прочим выросли продажи футболок с надписью я пережил коронавирус 2020 отличная отличная штука а так также власти значит китайского уезда джиндин объявили награду за помощь в поиске при приезжих из уханя я напомню что до закрытия города оттуда там порядка трехсот тысяч успело выехать значит тех кто не зарегистрировался именно как прибывший из этого города но и чтобы вы не паниковали в россии пока нет ни одного заболевшего по информации роспотребнадзора с 31 декабря когда как раз вирус начал распространяться на пунктах пропуска в россию досмотрели порядка полутора миллионов человек на предмет заражения вирусом скажите у вас в школах уже разослали указивки что сдать информацию кто был после 1 декабря 2019 года в китае напишите пожалуйста 903 7 9 7 6 3 3 3 у нас такая указивка уже пришла да серьезно в вашей школе да ты что век слушай у меня же как говорится у меня все ходы записаны конечно у меня все же я состою в родительском чате все как положено дорогие родители кто из детей посещал китай после 1 декабря 2019 года пишите сообщением срочно собираем информацию по всем классам ну то есть вот вот это называется откуда у паники растут ноги вот и все максим нам пишет в наш ватсап о том что вирус что вирус активизировался когда в китае была закрыта биржа и по поводу заработка в том числе и на панике но как бы странно это не звучало цена нефти марки бренд опустилась ниже 60 долларов за баррель на фоне сообщений как раз о распространении ранее неизвестного коронавируса который вызывает пневмонию после этого упал между прочим курс рубля российская валюта слабеет по отношению к доллару и евро значит ну и фьючерсы на нефти пустились цена фьючерса на нефти она в лондоне опустилась более чем на 3 процента по данным ассоциации мир без границ которая занимается российско-китайским туризмом уже в феврале туроператоры перевозчики и прочие организации работающие в сфере туризма могут разумеется недополучить около 27 миллионов долларов пишет об этом коллеги из рбк китайские китайский новый год действительно всегда приводил к повышению спроса на нефтепродукты и поэтому это тут совпало несколько вещей китайский новый год и распространение коронавируса то есть я думаю что котировочки поползут вниз но это не означает что они потом не начнут выправляться опять-таки то есть это кто играет в долгую хотите дергаться дергайтесь то есть это уже для биржевых трейдеров на мой взгляд информация а вот рассчитывать что это все история как минимум до лета и мы еще далеки от пика какого-то распространения в том числе и смертей ну надо как-то это да воспринимать именно таким фактом давай подробнее о реакции рынка поговорим в эфире с экономическим обозревателем максимом блантом он на связи со студией максим доброе утро доброе утро ну что там наш базарчик что на нашем базарчике происходит от коронавируса все хорошо или наоборот все плохо не котировки растут падают почем нончик картошка сегодня немножко вроде бы азиатские рынки начали подуспокаиваться но сам действительно реакция была преувеличена буквально в понедельник выглядело все достаточно драматично и нефть падала и рубль ослаблялся и российский рынок показал какой-то рекордный уровень падения по именно процентам потерь вот все вполне объяснимо поэтому что что-то вирус перекинулся на мировую экономику хорошо но у нас же есть часть радиослушателей очень продвинутых которые там в том числе и на бирже вот я исключительно как экономист и вот человек который 14 лет в китае содержит офис могу у меня есть предположение это гипотеза не более чем что вся эта история как минимум до лета и там эпидемиологи говорят о том что пик будет где-нибудь в марте ну вот я просто помню как сарс развивался я так вот знаете экстраполируешь как по сарсу китайцы работали так вот я думаю что до полутора тысяч минимум дотянута дотянется рука смерти потому что ну вот вот там они остановились как-то на 800 умудрились если они поезд делают быстрее то честь им и хвала что бы вы сказали соответственно тем кто сидит и нервничает вот сейчас рынки обвалились нефть никому не нужна куда бить ну я хочу сказать что если действительно протянется до лета именно в таком же масштабе а сейчас именно меры по противодействию распространению вируса гораздо сильнее бьют по экономике чем 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 сам вирус да ну в конце концов от гриппа умирает больше больше в день чем чем от этого нового вируса вот но тем не менее можно уже точно сказать чтобы и по сектору услуг и по авиакомпаниям все это ударило очень сильно сектор услуг китай половина экономики соответственно поскольку китай является главным покупателем на рынке сырья и в том числе нефти американцы как-то научились сами себя обеспечивать то спрос на нефть очевидным ожидаемым образом будет ниже и соответственно даже те новости о том что по американскому посольству в ираке в бададе было на никакой реакции нет не выросло и ничего это не что почти не довольно серьезный плюс теплая зима плюс за все это наложилось на китайский новый год когда там китайцы тратят приедуальнее больше чем в день холостяка кота распродажа праздники и на китайцы сейчас соответственно не тратят не путешествуют и это уже в экономике японии начинает создавать проблемы куда очень много китайцев едет ну и по всему мир соответственно с нефтью перспективы весьма нерадостные если учесть теплую зиму вот а китайская экономика еще и после всех вот этих торговых войн в сша тоже далеко не в лучшей форме и там вот за годы и за десятилетий безудержного роста накопилось довольно много проблем в том числе в финансовом секторе и там по оценке мвф сектор теневое теневого банкинга составляет порядка семи триллионов долларов если вот это все начнет как каким-то образом складываться будет неприятно если другая сторона медали сейчас уже печатные станки не то чтобы на полу может работать но готовится выпускать новую порцию денег и рынки ждут что китайские власти хотя вот они продлили еще на неделю фактически свои каникулы и страна не будет работать что тоже не может не сказать но зато они сейчас вот вольют новую порцию миллиардов там триллионов денег и просто этими деньгами все зальют соответственно вот опять же начинаются колебания между страхом и жадностью и эти колебания я думаю продлятся но пока рынок у нас был на максимальных и на исторических максимумах понятно что любая любой повод был хорош для того чтобы фиксировать прибыли отползти потихоньку посмотреть что дальше ну выждать паузу скажем так по крайней мере где-то до того же лета и посмотреть что по рынкам будет да ну хотя бы посмотреть на результаты первого квартала что будет в китае понятно спасибо спасибо с нами был максим блант экономический обозреватель наш коллега ну смотри какие разные сообщения приходят от наших слушателей с одной стороны на смс портал нам пишут это по поводу вот этой рассылки по родительским группам во первых очень много из наших слушателей кто пишет что то же самое то есть и в школах и в детских садах да вот такой комментарий как по мне так сбор информации в школе о посещении китая это разумный и превентивный анализ рисков и попыток их предотвратить не перегибайте а то у вас любое действие неверное так как оно от правительства это с одной стороны а с другой стороны да с другой стороны вот смотри какой комментарий в наш ватсап в школе у знакомых сказали передать информацию о тех кто был в китае после первого декабря так вот я был в китае маньчжурия после первого декабря что я теперь должен делать не думаю что необходимо сейчас преувеличивать происходящее и прям следом комментарии интересно собирая вот эту информацию в школах и в детских садах что они с ней потом будут делать вот какое разное восприятие да и вот люди которых успокаивает вот этот вот сбор информации вот это вот обсуждение которое начинается в родительских чатах а с другой стороны есть пожалуйста те комментарии о том что наоборот это наводит панику какое поведение в данном случае наши слушатели считают здесь наиболее верным ну смотри я скажу как отец значит сбор информации особо у меня тревоги не вызывает кроме одной маленькой вернее огромной поправки видите ли в чем дело я видимо не очень доверяю последующей реакции если например бы мои бы дети ездили и я бы ездил в китай потому что окромя как что называется проверить и потом послать в поликлинику мер то у нас никаких нет ключевой вопрос это не просто померить температуру и держать на контроле спихнуть меня с точки зрения системы в какую-нибудь местную поликлинику собственно говоря вы наши там не знаю институты мы же импортозаместились они уже работают над противовирусным препаратом задаю сакральный вопрос я и ответом то мне будет тишина ведь импортный то препарат если он будет разработан а он будет разработан мы же завозить точно не сможем вернее нет мы сможем после того как у нас несколько человек умрет после этого там кто-нибудь получит посылку из китая его на мвд повяжет и вот после этого президент лично где-нибудь в следующем году примет решение что этот препарат можно завозить именно вот с этим огромным но понимаете я буду вот очень осторожен в подаче информации потому что подать информацию да но если у меня в следующем о следующем будет типа пригласите вашего ребенка на обследование то я скорее пойду в частную клинику и буду сам решать этот вопрос потому и буду выяснять у своих китайских коллег по поводу препаратов потому что верю ли я в сборище информации верю а вот верю ли я в то что то что мы ошибочно называем государством хоть сколь нибудь предпримет адекватные меры по нивелированию не верю ни одному прямо слову собрать информацию да выступить с политическим заявлением да международные нормы попрать да вообще не вопрос а вот завести быстрое лекарство когда ребенок умирает таки нет потому что в нашем эфире мы это уже слышали неоднократно пока люди не сядут мы же не один раз это врачей устраняют это который печень там соответственно детям почки пересаживают они умирают и только после этого врача восстанавливают я не хочу вот этого процесса знаете над своими детьми вот я не экспериментальная база я не подопытный кролик и моя семья точно к этому отношению не имеет это мое личное сугубое мнение я не претендую на истину в последней инстанции ты знаешь вот слушатели наши пишут я напомню что вы можете также и звонить 730 101 вы знаете я не паникую я уверен что все это конечно же преувеличено меня расстраивает только одно что если бы это было действительно какая-то серьезная угроза я понимаю что у меня нет ни капли доверия к нашему правительству и я совершенно не уверен что до нас доносили бы правильную информацию сообщение к сожалению без подписи то что касается работы правительства премьер-министр Михаил Мишустин это то о чем с чего начал Дима поручил создать оперативный штаб для контроля ситуации с распространением коронавируса где нет ни одного медика да туда войдет в этот штаб МВД МЧС и Минпромторг еще надо Росгвардию включить и ОМОН поручение было дано на совещании по вопросу как раз распространения нового вида коронавируса распространение инфекции будут информировать разумеется Владимира Путина так господи Николай из Москвы ссылаясь на эфир наших коллег пишет спокуха Анищенко сказал что у нас аж 30 препаратов есть которые коронавирус лечат ну ребят все сразу если Геннадий Григорьевич сказал то что китайцы ничего не успели сделать и даже еще не знают собственно говоря как что это и да как это то я могу быть спокоен правда вот до тех пор пока не заболеет кто-нибудь из правительства вот я предлагаю все наше правительство спокойное и депутатов и в том числе отправить в Ухань поскольку у нас там 30 препаратов чего бояться то по поводу уведомлений в родительских чаток то Таня нам из нижнего пишет вот так расскажешь в родительском чатике о том что был в Китае а потом твоего ребенка в коридор отсадят чесноком обложат и будут стороной обходить в общем я боюсь что Таня да близка к истине так никто в России не умрет от коронавируса будут умирать от обычного гриппа пишет нам Николай удивительно работает наше правительство еще один комментарий на похожую тему у нас эпидемии гриппа которые замалчиваются и пишут ОРЗ ОРВ для того чтобы не портить статистику да напомню и тоже у нас тишина у нас напомню вирус СПИДа посмотрите графики я их приносил прямо в и демонстрировал в YouTube у нас прям там подъем такой взлет я не помню то ли четвертый то ли седьмой год просто проверьте и тишина у нас нету ничего у нас никакой какой СПИД о чем вы говорите 730-101 телефон прямого эфира пишите нам также плюс 7903 7976333 обсуждайте и комментируйте любые новости звучащие в эфире есть еще что с вами обсудить оставайтесь с нами Потапенко будет да именно так доблестные бойцы Минпромторга будут защищать нас от от коронавируса да друзья я еще раз напомню что последние данные пришли вот к началу этого часа в Китае по состоянию на вечер вчерашнего дня 106 человек умерли от нового типа коронавируса сообщает об этом агентство Синьхуа со ссылкой на данные национальной комиссии здравоохранения за сутки умерло 26 человек из них 24 в провинции Хэбэй один в Пекине и об этом уже официально сообщает китайское телевидение один в провинции Хайнань заболевших всего четыре с половиной тысячи человек на этом фоне давайте немного не про Китай давайте про так скажем нашу родину водители трех подстанций скорой помощи в Екатеринбурге намерены с первого февраля объявить забастовку и не выходить в рейсы сообщает об этом корреспондент новой газеты зарплату что ли хотят с первого января это знаешь новой газете об этом рассказал один из водителей подстанции значит с первого февраля наша подстанция передана на аутсорс пермской компании феникс менеджмент эта компания предложила нам зарегистрироваться тебе это понравится в качестве индивидуальных предпринимателей но мы понимаем что как только ты становишься ИП то сразу можешь забыть об оплачиваемом отпуске и о больничных мы требуем гарантировать нам соцпакет и индексацию зарплаты иначе на рейсы не выйдут шестьдесят семь водителей на трех подстанциях при этом водители скорой уже уведомили новую компанию оператора своих требований но по их словам идти им навстречу руководство не желает и в разговоре с корреспондентом новой газеты руководитель компании человека Евгений Фридман заявил что новый оператор без проблем выпустит в рейс все необходимые автомобили нас этот демарш не особо интересует у нас есть водители которые с 1 февраля выйдут на маршруты причем комментарии городского управления здравоохранения новой газете получить не удалось это вообще законная история что это такое вот работал человек работал у него были одни условия тут к нему приходят и говорят милый все закончилось иди регистрируйся как ИП не хочешь гуляй на улицу значит финтушами следующий значит департамент здравоохранения разыгрывает то есть они спуливают себя ненужные им вещи в данном случае это служба скорой помощи имеется логистическая часть это разыгрывается на тендере на тендере естественно выигрывает тот кто предоставляет минимальную цену ну вот это там феникс менеджмент скорее всего выиграла и столкнулась с одной простой вещью собственно говоря тот ценник который изначально рассчитывался они не вписываются и поэтому они предлагают перейти им либо ну сейчас они пока что-то миндальничают и переход на ИП так то вообще это сейчас регулярная история когда просто переоформляют на сотрудников в самозанятых и соответственно таким образом снижают издержки все ты знаешь все бы ничего но меня смущает начало так скажем вашей речи про тендер нет 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 в здравоохранении посчитали что это фигня им не нужна я напомню что речь идет про скорую помощь на работу которой и так жалуется огромное количество граждан российской федерации но там еще проблема в том что им очень серьезно уже как бы усложнили работу да там и бюрократия и вот это нормирование непонятное какое-то но там куча всяких проблем прости пожалуйста а как здравоохранению эта фигня может быть не нужна ну потому что это затраты понимаешь больные должны приезжать сами а вот оно в чем дело желательно на самокате чтобы еще при этом пробки не создавать пока будешь ехать до больницы не только в этом дело там же еще платные парковки чтобы не было штрафов за парковку так что все все правильно сразу лучше приезжать на каталке с собственными медикаментами самый идеальный вариант вот и все это это обычная это такая бюрократическая игра просто выделяют какую-то бизнес-единицу типа и потом ее разыгрывают на тенды это какая-то непонятная бизнес-игра в том числе извини за пафос некоторые речи с человеческими жизнями да вот у меня вот пожалуйста пример у меня у соседа вот жене тут недавно стало плохо вызвал скорую небось два часа Дима она ехала два часа зачем надо было самой ей приезжать где профсоюзы и вообще когда культура профсоюзов появится в нашей стране интересуется слушать я могу сказать профсоюзы вы можете увидеть когда будет майская демонстрация широким народным фронтом красивыми лицами они будут идти по Тверской с плакатами нет сои нет кофе нет коронавирусу нет проникновения международного терроризма на российскую землю так что профсоюзы вы увидите 1 мая которые истинно стоят на защите прав трудового народа о чем вы говорите профсоюзы у нас есть у нас огромное профсоюзное движение не надо даже об этом думать а здесь попросту говоря спихивают какую-то часть почему-то считается что вот лечебное учреждение оно такое знаете из частей состоит вот знаете вот если вот скорая помощь то вот частями вы знаете ребят я предлагаю сейчас даже вот не наезжать я смотрю на наш смс-портал там все ааа скорую ругают давайте как-то немножко выше посмотрим на систему здравоохранения как таковы на отделение вот министерства здравоохранения в ваших регионах оценку вы какую поставите понятно же что все ноги то растут оттуда а вот например наш постоянный слушатель Сергей из Торонто пишет спасибо ему кто о чем я о Канаде здесь нет водителей на скорых потому что водят экипажи медиков сами и ничего справляются я вообще не понимаю почему должны быть водители это же глупо ну здесь Сергей просто парамедики в Соединенных Штатах и вообще страховая медицина в Соединенных Штатах в Канаде вообще в западных странах это она построена во-первых на страховом принципе раз а во-вторых нету разделения как бы бизнес единиц у нас же здесь как вы видите теоретически дайте нашим чиновникам Канаду они вам быстро научат разделять отдельно водителей а отдельно там того самого парамедика отдельно человек который сидит за рулем и отдельно человек который оказывает помощь у нас именно так и происходит у нас есть отдельно водителя отдельно фельдшер ну и наши слушатели кстати пишут о том что одна проблема по поводу доставки себя больного без минуя скорую помощь что без скорой попасть не получится скажут либо вызывай либо ты даже если тебе очень плохо будешь вынужден сидеть в очереди если тебя не скорая доставит потрясающе я чуть ласты в свое время не склеил когда у меня аппендицит был я поехал в больницу меня прямо ну я подумал что отравился поехал в больницу там на обследование а меня скрутил так по взрослому я приехал в больницу так машину бросил ну и в приемный покой меня принимали где-то наверное часа два потому что у них есть такая фраза вы у нас пошли пришли самотеком а вот если бы вызвали скорую прямо отсюда было бы замечательно а я был немножко в том состоянии ну точнее был не в каком состоянии я уже лежал и мне хирург потом сказал ну еще минут 20 у тебя был бы перитонит было бы все замечательно я говорю какое счастье господи не дай бог заболеть в этой стране а 730 101 доброе утро алло доброе утро здравствуйте здравствуйте ну вы знаете несмотря на профильное сигнование с бюджета и налоговое поступление в том числе и профильное в тот же бюджет по медицинской теме у нас все как говорится муссирует в отличии от чиновничьего привилегированного аппарата на большую часть граждан в том плане что по схеме самоокупаемости и самофинансирования как говорится хлеб за брюхом не должен ходить поэтому вне зависимости от построенных перинатальных центров которые вряд ли находятся в зоне досягаемости тех же дедушек и бабушек пролонгируется тема вставайте на лыжи в зависимости там от транспортных услуг того же такси либо каких-то промежуточных логистических компаний которые занимаются перевозкой пассажиров либо за границей лечитесь либо у себя в стране если естественно успеете доехать до так называемых разрекламированных опять же повторюсь перинатальных центров тем более давайте не будем забывать что по официальной статистике Минздрава что они к сожалению привели итоговые так называемые проверки у нас в лучшем случае 15 тысяч только на всю страну заступает ежесудочно-медицинских бригад в лучшем случае были времена лет 5-6 назад когда было всего 20 тысяч скорых это карет на всю страну вместе с коммерческими службами вы представляете поэтому что тут говорить естественно у кого есть денежки тот естественно найдет возможность чтобы как вот Дмитрий сказал побеспокоиться о том чтобы и на своем транспортном стрессе вдруг внезапно возникшим аппендицитом доехать до хирургическое отделение и там вам скажут что вы как бы вы плановый пациент а у нас все поставлено на поток и вне зависимости от ваших финансовых возможностей вам может быть тоже придется у регистратуру постоять в очередь спасибо спасибо за комментарии слушатели тебе пишут ну так у нас же медицина тоже страховая ну в целом да ОМС ОМС да ну вот я говорю те два часа которые я лежал в позе эмбриона и выдавал какие-то несвязные звуки а вот кто бы нес ответственность если бы меня там просто аккуратненько потом в черный мешок прям тут же в морг перенесли вы просто вот в этой кто несет в этой ситуации ответственность министр здравоохранения опять на лавврачей больницы все подобные испихиваются которые вынуждены работать по вот этим схемам которые сверху опускаются я думаю что всё спихнули если бы я склеил ласты я думаю что на главврача спихнули либо нет вернули на какую-нибудь0 там девочку но только девочкой действует по по стандарта мы с вами UC всего стандарта ввел главврач А кто там главврачу? То есть дальше уже не пойдут? Не имеет значения, да, конечно, потому что девочка чего-нибудь не оказала А что девочка? Я у нее реально самотеком, у нее очередь И тут лежит, корячится, с ним что-то еще разбираться, кого-то его вызывать 730-101, здравствуйте Доброе утро, слушаем вас Алло Алло Да-да, доброе утро, слушаем вас Доброе утро Да Василий, Московская область, город Одинцово Вот такая история Вчера заболела жена, температура под 40 градусов Сегодня утром поехали в больницу Нас не приняли 15 минут дозванивались, чтобы вызвать врача на дом И по телефону нам сказали, что врач приедет в течение дня Лежи и умирай Ужас какой Вот такая вот у нас скорая помощь Спасибо большое Спасибо вам Вот смотри, а вот такой комментарий Значит Согласно информации со страницы Инстаграм губернатора Ставропольского края На город Ставрополь 26 экипажей скорой помощи Как они должны Ну это уже слушатели от себя пишут Как они должны успеть 26 экипажей Всех объехать Если 600 вызовов Как было в прошлом году Зато И вот как раз Согласно информации от губернатора Выдали 222 машины ДПС и ППС на край И 40 скорых На край Понятно То есть для того, чтобы тебя обслужили Проще стекло разбить Чтобы приехали ППСники И отвезли в больничку Да, ну им может попроще сдадут Да, хороший вариант 730-101 Доброе утро Доброе утро, слушаем вас Доброе утро Да, вы в эфире Да, я сама врач Вот слушаю вашу передачу По поводу здравоохранения Вы знаете У нас просто сейчас врачи На самом деле Загнаны в такой ситуации Что вынуждены принимать Пациентов Такой поток Что врач Элементарно Может что-то Главное Да Просто не усмотреть пациента Потому что Поверьте мне Очень большой поток Я также сама Обращаюсь к врачам Также сама Непосредственно Лечусь у своих коллегов Также еще Хороших врачей Несмотря что У меня Тера связана Да, с этим Поэтому, понимаете Нас просто загнали В такой поток Что врач Просто не может уделить Даже внимание согласен Если бы немножко врача Да, разгрузили немножко Дали, как говорится По-человечески Дышать И нормально работать Но у нас государство По-другому считает Оно считает Что врач должен Извините Работать как собака Выглядеть чуть получше Собаке Вот И за счет этого Его выкормят пациенты А остальные Это уже проблема врача Вот что я хочу вам сказать Да, это правда Спасибо, спасибо огромное Сколько у нас там сейчас Слушатели Ты помнишь Нам писали 12 минут на пациента Если я ничего не путаю По разнарядке У меня как раз Исполнился год Недавно дочери Мне звонят из поликлиники Говорят Ну вы к нам зайдите Причем так в открытую Говорят Мы знаем, что у вас уже все есть Потому что им реально 12 Мы только заходим Предзаносим им Собственно говоря Все прививки Которые мы уже сделали Все анализы Которые сделали И все И мы Мы реально Помогаем Российской медицине Потому что Заплатив налоги За российскую медицину Потом заплатив Частному врачу Я ему помогаю Сэкономить время Заполнение бумажек У нее занимает На меня На наших На моих детей 5 минут И представляешь 7 минут Я отдалю Сэкономленного времени Разумеется Ты знаешь Но мне всегда В этих ситуациях Интересно Как этот норматив Разрабатывал И очень интересно Посмотреть на человека Как он Раздувая репу Понимаешь Почесывая ум Придумал Вот эти 12 минут На пациента Не знаю Не знаю Я вот выкручиваюсь Потому что мне Знаешь Мои дети Потапенко Будет Да Всем Доброе утро Ну вот смотри Дмитрий Валерьевич Я хочу напомнить Всем Кто к нам Только что Присоединился Водители Водители Трех подстанций Скорой помощи В Екатеринбурге С 1 февраля Намерены Объявить Забастовку И не выходить На рейсы Пишет об этом Новая газета Дело в том Что компания Которая теперь Как бы Которые подстанции Переданы на Аутсорс Предложила водителям Зарегистрироваться В качестве ИПшников Соответственно Прощай Весь соцпакет Много комментариев От наших слушателей Вот в том числе Есть и такие Владимир пишет Нам ватсап Капитализм Оптимизация расходов А что не так? Видимо Все не так Потому что Капитализм Это не имеет Никакого отношения Я Знаете Как-то Я не видел Пользуясь Медициной Как в Турции Так и Соединенных Штатов Оптимизации Такой Оптимизации Расходов Хотя уж Куда уж Загнивающий Капитализм Загнивение Наверное Чтобы Вот Там Например Больного Не приняли По срочному Вот Такого По срочному Чтобы не было Даже Даже Если у вас Нету страховки Если у вас Да Вас примут Потом вам Выставят счет Но сначала Вас примут Вылечат Только потом Выставят деньги Так же Получается Даже Вот В этих Загнивающих Странах Так что Про капитализм И тут Это Фантазии Как обычно Что А вот Раньше Что раньше В зубоврачебном Кабинете В котором Были Такие Стоматологические Приборы Кресла И все остальное Что С детства К врачу Теперь уже Ходить не хочется Или чего Я Про медицину В общем-то И советских времен Могу тоже рассказать Мне как-то Я готов платить Благо что я все равно Плачу И вы кстати Платите Вопрос Мы все время Когда рассказывали Сами себе Что Бодрили Что что-то В СССР Было бесплатно Что это было Бесплатно Извините То что Вы получали Среднеарифметические Деньги Называю своими именами Это по-русски звучит так Нам не доплачивали А потом нам это Выдавали Не всем И не в общих местах Эти услуги Было четвертое управление Были отдельно Березочки Ничего Не забыли Пишет нам Сообщение У меня подруга Блестящий педиатр Ушла из районной поликлиники Из-за вот этих Вот 12 минут На пациента Учитывая Что в эти Две минуты Входит Введение Всех записей На компьютере Ее альтруизма Не хватило Учитывая тяжесть Общения с женщинами Типа Я же мать Конечно 730 101 И кстати говоря Пишут что Понимаете Главное что В эти 12 минут У вас нет Простого человеческого Общения И у врача Нет возможности Многих больных Просто успокоить А ведь невротиков Огромное количество Ходит в больнице Абсолютно Да давай успеем еще Звонок Доброе утро Доброе утро Алло Здравствуйте Да здравствуйте Меня зовут Максим Я врач Правда уже много лет Не работаю в государственной структуре По поводу водителей Шоферов В медицине 10 лет Когда я работал врачом Районным врачом-психиатром Потом главным районным врачом-психиатром Меня все время угнетало Одна вещь Водитель Который Возил меня К психбольным Получал денег Больше чем я О как В прямом смысле слова При этом я работал На полторы ставки На две Сколько платили Угу Ну Это Давайте заменим Меня на него Герой на меня Ну то есть я могу Уйти в машину И сам привезу себя К психбольному А его поставить на мое место Не будем платить мне Еще из-за него Нет Так нельзя Это по поводу водителей Так вот на самом деле В настоящее время В медицине Водители Находятся в положении Лучше врачей И вот этот ход Отдать налево И ремонт автомобиля И содержание И вождение Хотя правильнее Был бы совет Который вам дали Из Канады Когда Все умеют почти Водить машину Но не умеют Научить его За счет организации Пусть и не сами едут Они же едут С мигалкой Их же все пустят В чем проблема Ну это вот Кстати говоря К вопросу Об оптимизации И о том Как криво В нашей системе Здравоохранения Все устроено Конечно поразительно Есть вот такие сообщения Александр пишет Москва Остановка дыхания У ребенка Приехали реанимации Детская реанимация За 10 минут Все хорошо Всем низкий поклон И бесконечная благодарность Отлично Просто супер Что такое есть И что такое работает Спасибо и врачам И в том числе И водителю Этой реанимации Так друзья Политолог Аббас Галямов Через несколько минут Появится в студии Серебряного дождя Все политические новости В том числе Утвержденный состав Президиума Госсовета Мединский Изменения в конституции Голосование по ним И новые рейтинги Да Все через несколько минут